МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Пришла по этому вопросу. Может быть, через школу, чтобы провели тропин? В Краскове провели встречу с жителями в формате выездной администрации. Давно были обращения. Знаю, что люди очень-очень много лет просили. Обращались и в администрацию, и в Министерство благоустройства. В поселке Октябрьский появится новый сквер. Я прибыл во второй кафедральный город, чтобы помолиться вместе с леберчанами, причаститься к святых христовых тайн. Ну, как по обычаю, поздравить всех со светлым праздником Рождества Христова. Архиепископ Подольский Люберецкий Аксий совершил божественную литургию в Преображенском соборе. «Газпром Югра» – это молодежная команда. Есть основной состав, есть молодежная команда. Мы – молодежная команда. Во дворце спорта состоялся матч Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. А теперь подробнее о всех событиях. В округе провели встречу в формате выездной администрации в поселке Красково. Местные жители задавали волнующие их вопросы руководства муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Подробнее расскажут мои коллеги. Екатерина Лаврененко живет на 2-й заводской улице. Навстречу пришла с просьбой установить шлагбаум на придомовой территории. Жители, выходя из подъезда, сразу попадают на проезжую часть. Автомобилисты не всегда соблюдают правила дорожного движения, из-за чего на этом участке случаются ДТП. У нас за домом сразу же школа. Дорожка у нас маленькая. На протяжении 2-3 лет мы постоянно боролись с этой проблемой. У нас были массовые ДТП, сбивали детей на самокатах даже. Там просто машины летают. Просим об этом администрацию, чтобы нам сделали шокбаум. Во втором Асавиахимовском проезде нет пешеходных дорожек. Обходные пути через Красковский лес перекрыли из-за строительства новой школы. Взрослые дети вынуждены ходить по краю проезжей части. Пришла по этому вопросу. Может быть через школу, чтобы провели тропинку. Там получается между садиком и школой. Возможно, тропинка. Там есть место. Как бы строители переговорила предварительно, когда я там рядом живу с ними. У них там места достаточно. Рядом с лесом. Рядом с лесом. Планируется как раз выделение двух участков земельных в комитет лесного хозяйства. Мы, собственно, направили туда уже обращение. Ожидаем, что положительный ответ в скором времени придет. И планируем там благоустройство. Также задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, дорожно-транспортных и жилищно-коммунальных услуг. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Детский игровой комплекс, спортивная зона и площадка для культурно-массовых мероприятий. Каким предстанет новый сквер на Школьной улице в Октябрьском и когда приступят к его благоустройству, рассказали жителям поселка. На встрече работал Богдан Колесников. Давно были обращения. Знаю, что люди очень-очень много лет просили. Обращались и в администрацию, и в Министерство благоустройства. И этот объект был включен в программу на 2025 год. И мы очень рады, что Министерство благоустройства и благодаря поддержке жителей поселка Октябрьский у нас услышали и перенесли на более ранний срок, то есть уже на текущий, на 2024 год. Концепция благоустройства сквера разработана и представлена на обсуждении общественности. Территорию площадью 500 квадратных метров разделят на зоны для активного и тихого отдыха. Установят детские спортивные площадки, столы для настольного тенниса, гимнастический комплекс, а также декоративные скамейки и сцену в виде сердца. Нас просили учесть вот эту вот тематику, как бы любви и примирения. И мы ее вот проявили в таких вот решениях, в виде сердца. И вот такого вот знака с сцепленными мизинчиками, как помните, мы все в детстве вот мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Вот такой вот знак с подсветкой мы предлагаем установить там. Сквер появится во дворе второго корпуса дома номер один по школьной улице, по соседству со стадионом Балятина. Такое расположение вполне устраивает жителей. Рядом детские сады, школа одна рядом, вторая недалеко. Здесь все рядом, лес теперь у нас рядом стал, вот эта поляна, которую елку зарядили. Все здесь рядом, далеко ходить не надо, ждем, дай Бог дожить. К благоустройству сквера приступят уже весной. Замечания и предложения жителей учтены. По итогам встречи создана рабочая группа, которая будет следить за проводимыми работами. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В социальных сетях появились жалобы на качество работы автобусного маршрута «Три восьмерки-К». Расписание не соблюдается, на остановках большие очереди. На обращение жители откликнулись в администрации округа и транспортной компании. Тему продолжит наш корреспондент. Автобус «Три восьмерки» начинает маршрут от улицы Люберка. Курсируя по проспектам микрорайона Красная Горка, привозят пассажиров к станции метро «Некрасовка». Чтобы на остановках не создавалась длинная очередь, в утренние и вечерние часы интервал движения сокращен. Но сбои в расписании случаются. И не только из-за пробок. Мы сегодня усилили здесь транспортное обслуживание. Автобусы увеличили количество до 13 штук. Было на линии вчера 8. Одна попала в ДТП. Было ДТП вечером у нас на улице воинов-интернационалистов. Поэтому образовалось у нас скопление пассажиров на метро «Некрасовка». Но сегодня мы усилились. Сейчас никого нет у людей на посадку. Очередей нет. Все нормально. На данном маршруте был обследован пассажиропоток в прямом и обратном направлении. Соответственно, увеличен подвижный состав на 3 единицы малого класса. Маршрут работает в штатном режиме. Все пассажиры были выявлены в режиме ожидания не более 5 минут. Маршрут 888К перевозит более 3000 пассажиров в день. Сейчас на линии работают 13 автобусов малого класса. Чтобы избежать длительных ожиданий и очередей на остановках, транспортная компания готова их количество увеличить. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Люберецкие госавтоинспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». В ходе массовой проверки транспорта осмотрено более 200 автомобилей. Об итогах расскажет наш корреспондент. Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Водителям выдают памятки с информацией, до какого возраста нужен бустер и «Детское кресло» и со скольких можно ездить на переднем сидении автомобиля. Маленьким пассажирам дарят светоотражающие браслеты и брелоки. Здоровье, безопасность моего ребенка – это очень важно для каждой мамы, для каждого папы. Призываю всех родителей, чтобы обязательно кресла детские имели. И если на переднем сидении, чтобы ребенок был пристегнут. Но статистика показывает, что сотни детей получают тяжелые травмы только потому, что родители не считают нужным пристегивать их в поездках ремнями безопасности. Накануне Нового года было ДТП с несовершеннолетним пассажиром, который получил травмы различной степени. Ребенок пострадал из-за того, что ремни были не плотно закреплены. Родителям и родственникам, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров, я хочу напомнить и призываю не просто попросить ребенка пристегнуться, а проконтролировать детское кресло, как оно закреплено, и наличие ремней. Пристегнуты они, не пристегнуты. За административное правонарушение придется заплатить 3000 рублей. Но водителям стоит бояться не штрафов за отсутствие специального детского кресла, а последствий, которые могут возникнуть при ДТП. Ребенок – это самое главное. Поэтому кресла, ремни, они придуманы для того, то есть были неприятные моменты на дорогах, нехорошие ситуации, и поэтому создали такое правило, чтобы эти ситуации не повторялись. Такие массовые проверки в Люберцах проводят регулярно. Статистика показывает, нарушителей стало меньше. За прошедший рейд не выявлено ни одного. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцкой областной больнице урологи удалили гигантское новообразование и спасли пациентке почку. Врачи назвали этот случай редкостью не только из-за размера опухоли, но и ее расположения. Подробности этой истории далее. Пациентка обратилась к нам с крупным образованием нижнего полиса правой почки. 8 на 5 сантиметров приблизительно. И особенность ее была в том, что она исходила из нижнего полюса и распространялась на области ворот почек. Чтобы было понятно, это область, где проходят основные сосуды. Почечная артерия, почечная вена. Еще одно чудо в копилку люберецких врачей. При таком сложном случае им удалось прооперировать пациентку и сохранить ей жизненно важный орган. Через 4 прокола под телевизионным контролем медики отделили опухоль от здоровых тканей и при этом не задели сосуды почки. На самом деле это достаточно редкий случай, потому что такого размера новообразования достаточно редкость. То есть таких образований мы встречаем мало. Пациентка поступила в плановом порядке по направлению поликлиники. Отмечала незначительные боли в поясничной области, которые возникали у нее в состоянии покоя. И больше других жалоб она, собственно говоря, не предъявляла. По мнению врачей, новообразование было доброкачественным. Чтобы убедиться в этом, гигантскую опухоль отправили на исследование. Предположение медиков подтвердилось. Сейчас пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. Луиза Игиазарян, телеканал ЛРТ. В прошлом году в Люберецкой областной больнице выполнили в два раза больше операций по удалению доброкачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Врачи-эндоскописты стационарных отделений делают это в процессе обследования. Подробности в следующем сюжете. Любое доброкачественное новообразование способно перерождаться и в будущем стать злокачественным. В отделении эндоскопии Люберецкой областной больницы за год удалили 400 таких опухолей и тем самым предотвратили столько же случаев развития рака. Практически в два раза выросло количество амбулаторных исследований. Выросло количество исследований толстой кишки. У нас заметно выросла выявляемость доброкачественных предраковых заболеваний и, соответственно, оперативная активность. Это стало возможным благодаря наличию нового медицинского оборудования. Видеоэндоскопические системы позволяют выводить на монитор картинку с высоким разрешением и врач видит мельчайшие подробности слизистой внутренних органов пациента. Самое главное – пройти уровень гортани, пациент делает глоток, мы проходим гортань и дальше уже приходится только дышать и всё. То есть ничего сложного в этом нет. Такое малоинвазивное вмешательство лучше большой операции. Поэтому при каких-либо симптомах визит к врачу лучше не откладывать. По статистике, доброкачественные новообразования врачи выявляют практически у каждого четвёртого пациента старше 50 лет. В преддверии дня российской печати глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с журналистами. Беседа прошла в неформальной обстановке. Представители СМИ приняли поздравления и задали вопросы главе. Как всё прошло, смотрите в сюжете Луизы и Геазарян. Сотрудники печатных СМИ, телевидения, информационных агентств и радио с главой городского округа эти люди встречаются на выездных мероприятиях. Как говорят журналисты, в полях. Но сегодня они отодвинули в сторону привычный формат работы и принимают поздравления. Любая подача информации, любая связь и коммуникация с читателями, когда человек говорит правду, когда он не искажает информацию и её подаёт вовремя, это очень-очень важно, потому что все хотят знать, что же на самом деле. И за вашу работу огромное спасибо. Мне очень приятно со всеми с вами работать, общаться. Многих я знаю на протяжении очень-очень долгих лет. Несмотря на праздничную повестку, ни одна встреча с журналистами не проходит без вопросов и обсуждения актуальных тем. Юбилейный для Люберец год уже позади, но наступивший 2024-й обещает быть не менее насыщенным важными событиями. Более того, он станет рекордным по количеству новых социально значимых объектов. У нас 14 новых объектов откроются. Сады, школы и поликлиники. 14. Действительно, такого никогда не было. Это программы, которые были заложены. Это серьёзная работа, кропотливая. Это возможность реализации этих объектов благодаря национальным проектам. У нас будет очень большое расселение Ветхого аварийного фонда. В прошлом году эту работу тоже ускорили, усилили. И она очень важна, потому что люди многие годы ждут переселения. Завершилась встреча награждением журналистов, которые долгие годы работают на территории городского округа Люберцы. Среди тех, кто получил благодарственное письмо главы, заместитель главного редактора телеканала ЛРТ Ирина Иванова. Участник Великой Отечественной войны Иван Федорович Пшеничкин отметил свой день рождения. Фронтовику, который прошёл всю войну, а точнее проехал на легендарной «Катюше», исполнилось 98 лет. Как поздравили именинника и какой подарок он, в свою очередь, преподнёс жителям Люберец, покажем в следующем сюжете. Прожить 98 лет – это, наверное, должны быть и силы, должен быть и дух, должен быть и характер, и, конечно же, преданность своим идеалам, преданность своей Родине. Перечислить все достоинства и сильные стороны этого человека просто невозможно. По его жизненному пути можно изучать историю нашей страны. И теперь такая возможность есть. В свет вышла книга «Катюша» Ивана Пшеничкина. В ней собраны воспоминания ветерана, интересные факты о его фронтовом пути, статьи, опубликованные в газете «Люберецкая панорама» и других печатных изданиях городского округа. Но не всё ещё вошло, ещё кое-что осталось. Ну и потом, вот, последней встречи этих пока нет. Но я на этом не останавливаюсь, я хочу продолжить просто рассказать о войне. А мне хотелось бы от Сталинграда до Кеннезберга, так должна книга называться, и она должна охватить весь вот этот период, то есть больше трёх лет, когда я находился вот на фронте. Двойной праздник, день рождения и презентацию книги Иван Фёдорович разделился своими давними друзьями. На встречу с ветераном, которая прошла в музее «Дети войны память» пришли общественники, школьники и депутаты городского округа «Люберцы». Самое главное, чтобы было счастье, в этом слове, как говорится, есть всё. И удача, и успехи, и благополучие, и так далее. Спасибо большое, что вы рядом с нами. Это, ребят, ну, вы, как бы я, прежде всего, к молодому поколению здесь обращусь. Действительно, это вам посчастливилось, действительно, видеть своего ветерана. Вы должны знать, что вы, прежде всего, потомки победителей. И один из победителей сидит сейчас перед вами. Вот такие люди, как Иван Фёдорович, на своих плечах вынесли эту победу. Живая легенда и свидетель событий, о которых мы знаем только из учебников по истории. Иван Пшеничкин стал красноармейцем в 16 лет. Получил специальность шофёра и сел за руль легендарной «Катюши». Воевал под началом командующего фронта маршала Рокоссовского. Участвовал в параде победы в 1945 году. И сегодня он в строю. Ведёт активный образ жизни, участвует в патриотических мероприятиях, встречается с молодёжью. Один из актуальных вопросов, который поступает в адрес ветерана – как дожить до такого возраста и оставаться таким бодрым? Это надо задать вопрос Богу. Не мы этим руководим. Я просто очень люблю и уважаю его, поэтому он мне и даёт столько времени жить и заниматься. И самое главное – быть на своих ногах. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Архиепископ Подольский Люберецкий Аксий возглавил божественную литургию в день отдания праздника Рождества Христова. Торжественная служба прошла в храме Преображения Господня. Все подробности у Луизы Игия Зарян. Я прибыл во второй кафедральный город, чтобы помолиться вместе с либерчанами, причаститься к святых христовых тайн. Ну, как по обычаю, поздравить всех со светлым праздником Рождества Христова, чтобы не мороз, а душевное тепло хранили наши семьи, наших близких, родных, кто сейчас отстаивает интересы нашего Отечества на фронте. И, конечно, помолиться об их здравии, чтобы они в целости и невредимости вернулись домой в свои семьи. Визит архиепископа – радостное событие для клириков и прихожан. Ведь с приходом владыки богослужение приобретает необыкновенную красоту и торжественность. А в заключительный день празднования Рождества Христова совершается особая литургия. Во время нее исполняют все молитвы и песнопения, как и 7 января. Я пришла с дочкой на торжественное богослужение, где служит наш архиепископ. Мы очень рады, что попали на сегодняшнее богослужение. Сейчас рождественские дни, и мы поздравляем всех с Рождеством. И мы очень рады с вами. Уже через несколько дней православные верующие отметят еще один светлый праздник, который, как и Пасха, считается одним из самых древних в христианской церкви. Крещение Господне или Богоявление. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Православные отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в городском округе Люберца организовали места для крещенских купаний. Там работали мои коллеги. Основной площадкой проведения крещенских купаний стал Наташинский парк. Подготовка Иордании и территории вокруг нее шла целую неделю, чтобы жители городского округа могли безопасно и комфортно окунуться в освещенную воду. Для обеспечения безопасности граждан периметрально оградили полностью периметр, установили рамки металлоискателя для перечтения правонарушений. Кроме того, для желающих установлены теплые палатки, работают сотрудники МЧС, спасатели. Также привлечены для охраны общественного порядка сотрудники полиции, отдела ГИБДД, Росгвардии и народной дружины. В 21.00 у купелей начали собираться верующие, чтобы помолиться перед окунанием. Чин великого освящения воды провел клирик Свято-Троицкого храма Иерей Вячеслав Зуев. Еще одна традиция крещения – отпускать в небо белых голубей. Птицы взлетели над купелю под звон колоколов, и киордане стали подходить первые желающие окунуться. У нас легко, да, я после баньки еще в снегу нырять люблю. Очень хорошо. Класс. Очень здорово вообще. Мы довольны, счастливы. С праздником. Крещенские купания прошли и на территории Кореневского карьера. Для православных верующих здесь оборудовали две иордани. Да я редко, редко, так вот для души просто. Все, я греться хочу. Господь с нами. Он первый раз. Десятки людей, молодых и пожилых, окунаются в купель с верой в ее укрепляющие и исцеляющие действия. Многие приходят семьями. Ощущения отличные. Дочка в первый раз сегодня пришла со мной окунуться. Третий год подряд ходим. Вообще отлично. Третий год вообще не болеем. Все классно. Было холодно, но в первый раз было страшно. Рядом с купелями на берегу водоема установлены теплые раздевалки. Каждый мог угоститься горячим чаем. За безопасностью во время купаний следили спасатели. Обстановка в целом нормальная. Все под контролем. Люди доброжелательные. Меры безопасности все соблюдаются. Со мной здесь спасатели также, которые обеспечивают безопасность. Все нормально. Все под контролем. Всем здоровья, счастья, всех с праздником. В традиционных крещенских купаниях приняли участие несколько тысяч люберчан. Луиза Игия Зарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. В зале картинной галереи поздравили победителей проекта «Люберецкие звезды». Он реализуется с 2018 года. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 7 тысяч человек. Кто стал абсолютным победителем и какие призы вручили, расскажет Анастасия Кладинова. Каждое полугодие подводит итоги конкурса «Люберецкие звезды». За это время взрослые и дети принимают участие в окружных и региональных мероприятиях. После чего свои достижения выгружают на сайт и получают баллы, которые в дальнейшем обменивают на ценные призы. Вы все большие молодцы, вы все активно участвовали, боролись. Я вам хочу сказать, что в этом году, в этом году, нужно еще активно участвовать, еще активно бороться, для того, чтобы получать ценные призы и подарки. Возвращайте своих друзей, всех близких, чтобы все могли реализовать свой потенциал. Всего наградили 19 лауреатов. Среди них Маргарита Мирюкова. Она занимается бальными танцами. По баллам за свои достижения заняла второе место и выиграла сертификат на 10 тысяч рублей. Для меня второе место было неожиданно. Я очень рада, что выиграла сертификат. Победители выбирают по пяти направлениям – спорт, культура, образование, общество и молодежь. Абсолютным победителем стала Мария Летникова. Она занимается художественной гимнастикой и мечтает стать чемпионкой мира. Мария выиграла смартфон. Я очень рада и очень хотела сюда поехать. Я буду участвовать еще в этом полкурсе. За призовые места награждали денежными сертификатами номиналом от 5 до 15 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие любой житель городского округа Люберцы. Вне зависимости от возраста. Участвовать можно сразу в нескольких направлениях. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце «Спорт и триумф» провели физкультурный парафестиваль. Спортивный праздник, организованный в честь Старого Нового Года, на одной площадке собрал детей и взрослых. Полученными эмоциями они поделились с нашей съемочной группой. Адаптивной физкультурой в Люберцах занимаются более ста человек. Самые активные и целеустремленные сегодня в этом зале. Для участников фестиваля – эстафета с мячом, бег с препятствиями, игры на ловкость и реакцию. Праздник отличный. Так как у нас ребенок особенный, у него очень много ограничений, и мы практически не бываем на таких праздниках. А здесь мы можем почувствовать себя, как обычная семья. Мне понравился праздник. Там была столько всего интересного. Вот сейчас мы проходим эстафеты. Такой фестиваль еще раз подчеркивает, что спорт – это территория равных возможностей. Здесь каждый смог найти занятия по силам и интересам. Здесь задействованы в основном дети, чтобы привлечь их к здоровому образу жизни, помочь им в реабилитации, в адаптации. Диагнозы совершенно разные. У нас и слабослышащие, и слабовидящие, и аутизм, и отставание в развитии. Помочь им адаптироваться в нашей непростой ситуации – это наша главная задача. Для людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили и другие виды активностей. Участники фестиваля могли поиграть в настольный теннис и проверить себя на меткость. Тут все пытаются доказать, что ловкость, спортивность, быстрость. То есть наша команда пытается выиграть и победить в этом конкурсе. И дети вырвали победу у взрослых. Физкультурный парафестиваль в округе провели впервые. Но его участники и организаторы уверены – он станет традиционным. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Также во дворце «Спорта Триумф» прошло первенство городского округа «Люберцы» по мини-футболу. Среди мужских команд такой турнир на территории муниципалитета проводят впервые. Все подробности знает Богдан Колесников. Это третий турнир первенства городского округа. Матч между командой любителей «Ред Москоу» и главным фаворитом турнира – футбольным клубом «Люберцы». Подготовка у игроков разная, но к победе стремится каждый. Мы воспринимаем данный чемпионат как подготовку к нашему главному первенству в Московской области. Конечно, настроены на победу в этом чемпионате. Все-таки мы являемся главной командой города. Команда у нас уже второй год именно в таком составе. Удалось сохранить костяк. И все ребята сплоченные. Мы все тренируемся, все работаем на благо команды. Соперники шли практически на равных, попеременно вырываясь вперед. Страсти на поле накалялись. Мяч летел то в одни ворота, то в другие. Никто не хотел давать слабину и сдавать позиции. Александр Пашнин, играя в защите, поймал удачный момент, перехватил мяч у соперника и ловко погнал его к воротам. Так как я в детстве все играл в мини-футбол, мне здесь комфортно. Партнеры, которые в моей четверке тоже, там парочка есть мини-футбола, разыграли по стандартам данного спорта и забили. Есть трудность того, что у нас две четверки по четыре человека. Их там, как мы видим, состав человек 20. Они нас чисто физически перебегают пока. Бегают, бегают, бегают. Но пока удача на стороне футбольного клуба «Люберцы». Ярослав Артамонов, играющий на позиции нападающего, уже в первом тайме принес своей команде три очка. Игра нелегкая. Соперник достаточно резвый, шустрый. Сначала они очень ожидали как бы такого давления от них, но вроде нормально пропустили. Дальше вошли в игру, разорвали свой момент. Но ничего могу сказать, наш четверг самый лучший. Но забил, помог команде. Все хорошо, будем доигрывать. Матч завершился со счетом 8-4 в пользу «Люберец». Всего в первенстве городского округа по мини-футболу участвуют 9 команд. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В «Люберцах» прошел матч пари Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. На паркете Дворца спорта «Триумф» встретились команды «Газпром Югра Дубль» и «Ульяновск Волга». За ходом игры наблюдала Луиза Игиазарян. Высшая лига чемпионата России по мини-футболу включает в себя 18 туров. Площадкой проведения 13-го стал городской округ «Люберцы». Две молодежные команды борются за возможность в дальнейшем выйти в плей-офф. Первый тайм заканчивается со счетом 3-3. По таблице они, по-моему, на одну или две позиции ниже нас. По игре могу сказать, что счет на табло полностью отражает содержание игры. Очень равная игра. Посмотрим, что будет во втором тайме. Для команды «Газпром Югра Дубль» этот матч домашний. Уже на протяжении нескольких лет она тренируется на базе Дворца спорта «Триумф». В составе 17 игроков, 14 полевых и 3 вратаря. «Газпром Югра» – это молодежная команда. Есть основной состав, есть молодежная команда. Мы молодежная команда. Потом 8 команд будет плей-офф. Поэтому нам как можно больше надо выигрывать и выше занимать место. И тогда ребята будут на позитиве. Мы работаем для того, чтобы психология победителей у ребят была. Исход этой игры тому подтверждение. Уверенную победу одержала команда «Газпром Югра». Во втором тайме спортсмены забили ворота противника 5 голов. Игра закончилась со счетом 8-3. В городском округе прошли соревнования по волейболу в рамках 58-й спартакиады школьников «Олимпионик-2024». Площадкой проведения отборочного этапа стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый на базе 4-го лицея. Подробности в следующем материале. Сегодня в спортивном комплексе «Лидер» не только воспитанники лицея номер 4, но и учащиеся трех гимназий 16-й, 18-й и 44-й команды по волейболу – сборные. В них состоят ученики средних и старших классов. Перед тем, как выйти на эту площадку, все спортсмены прошли тщательную подготовку на базе своих школ. Именно в этом виде спорта у меня очень много достижений. Я могу в нем себя развивать, показывать себя, прогрессировать. Мне очень нравится этот вид спорта. Мы ждали целый год этого турнира, и мы готовы, чтобы здесь выиграть. Мы очень сыгранная команда, мы всегда друг друга поддерживаем, и я считаю, мы победим. По Люберевскому городскому округу у нас существует три группы. Мы делимся по количеству обучающихся в школах. Здесь у нас собралась, условно говоря, самая сильная группа, потому что здесь участвует свыше 2,5 тысяч человек на комплекс. Соответственно, дальше есть средняя группа и малая. То есть мы понимаем, что школы все по мощностям разные, и возможность отобрать действительно сильных ребят. У школы, у которой, ну, условно, там 800 учеников всего на комплекс или на школу, гораздо меньше, чем у школы, у которой там 2000 и более учеников. У нас три группы. Каждый плюс-минус в районе 12 школ участвует стабильно. Каждая партия играется до 25 очков. Этот отборочный этап выявит сильнейшую команду, которая продолжит свой соревновательный путь. Победители встретятся с лидерами трех других групп и будут бороться за первое место и звание лучшей команды по волейболу городского округа «Либерцы». Луиса Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Мы стали еще доступнее. Эфир телеканала ЛРТ вещает в своем аккаунте ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можете искать у нас на сайте lrt.tv или все там же в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова